Сегодня ровно 20 лет со дня трагического события в России. Напомним, что 3 октября 1993 года в Москве стреляли по Белому дому, где в тот момент находилось так называемое Временное правительство. На сайте Первого канала сегодня опубликовали информацию, в которой сообщается, что началось все с указа президента Бориса Ельцина о распуске съезда народных депутатов и Верховного совета. Депутаты отказались подчиниться, оценив его действия как государственный переворот и на основании статей Конституции о полномочии президента приняли решение о прекращении деятельности Бориса Ельцина на президентском посту. Переломным моментом в решении конституционного кризиса страны стала попытка депутатов Верховного совета выйти в эфир. Для этого пытались взять штурмом телецентр Останкино. Но запланированный поначалу мирный митинг закончился гибелью нескольких десятков людей. Следующим уже решающим фактором в развязке внутриполитического конфликта стал штурм Белого дома, в котором также не обошлось без жертв. Всего в этих двух противостояниях по разным источникам погибли от 120 до 160 человек. 384 были ранены. Эти события заметно отразились на дальнейшем политическом устройстве нашего государства. К примеру, была ликвидирована структура советской власти. Принята новая конституция. Сегодня в память о погибших в тех событиях в Москве проходят траурные митинги. Продолжится ли тяжелая сцена?